Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники УВД Брестского облсполкома проводят комплекс профилактических мероприятий, призванных привлечь внимание людей к собственной безопасности. Завершающий аккорд проектов международной технической помощи «Сохраним Беловежскую пущу вместе» и развитие трансграничного сотрудничества для защиты людей и окружающей среды на приграничной территории Польши и Беларуси. В областном центре подведены итоги и введена в расчет «Боевая специальная техника» в подразделениях МЧС области. Новый имидж от специалистов индустрии красоты. Впервые в областном центре прошло мероприятие под говорящим названием «Брест Бьютифест». Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В буквальном смысле один за другим всколыхнули мировую общественное сообщение, пришедшее сначала с Синайского полуострова, а после – из французской столицы. Оплакав в конце октября погибших в Аэробусе россиян, высказав соболезнования их родным и близким, практически через две недели представители разных стран, разных вероисповеданий уже добавляли себе на странице в социальных сетях репосты солидарности в память о погибших в Париже. Трагические события заставили лидеров государств во многом пересмотреть приоритеты не только в отношении мировой политики и экономики, но и в деле обеспечения безопасности в своих странах. Бдительнее в отношении себя и близких стали и сами люди. Кто-то даже кардинально изменил маршрут своих зимних каникул. Каким образом далекие от нас события смогли повлиять на мироощущение и мировосприятие белорусов, а также как сегодня работают правоохранители в деле сохранения безопасности на наших улицах и проспектах, подробнее в сюжете Анастасии Назрин-Плотницкой. Близятся рождественские и новогодние праздники. По традиции многие берестейцы уже завершают свое планирование зимних каникул, переходя в фазу подготовки к путешествиям и сбору чемоданов. Однако 2015 год внес определенные коррективы в давно сложившиеся семейные традиции. Непростая обстановка на приморских курортах и в парижской столице во многом повлияла на туристические приоритеты. Если раньше популярные зимние путевки в солнечный Египет вызывали настоящий ажиотаж, благодаря доступности и демократичной стоимости, то сегодня даже эти факторы не смогли повлиять на выбор белорусов. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Именно так характеризуют туристов сотрудники агентств по организации отдыха. А потому, анализируя ситуацию за рубежом, проводя регулярный мониторинг покупательской способности, приходят к выводу. Оставив мечты о посещении Рождественского Диснейленда и приморских курортов, жители региона поспешили приобрести туры в близкие нам европейские страны – Польшу и Чехию. Может, без ярких развлечений, может, без шквала эмоций от аттракционов, зато доступно, интересно, комфортно и безопасно. Будем надеяться на более, так сказать, лучшее положение, чтобы наши родители спокойно могли отпускать детей и дальше в Европу. Слава Богу, что пока в Польшу и Чехию, так сказать, отпускают. И, ну, на самом деле, там более, менее спокойные такие страны, регионы. На самом деле, если географически даже взять, ближе все-таки к нам наши соседи – поляки, и через наших соседей, еще одни соседи только чуть подальше – Чехии. Ну, а в этих странах всегда было, есть и, я надеюсь, будет, что посмотреть. И одна или две поездки – это совершенно ничего не значит. Люди стараются снова возвращаться туда, снова что-то увидеть. В этих странах, подчеркну, есть, что посмотреть, и не один раз. Трагические события в далеких от нас странах стали в некотором смысле поводом для усиления контроля за порядком в городе. Конечно, на работе правоохранителей это сказалось несущественно. К обеспечению порядка на улицах областного центра они всегда подходили с особой серьезностью и внимательностью. Проводились и проводятся регулярные проверки иностранцев, прибывших на территорию Беларуси для трудоустройства и проживания. Во многом изменилось отношение людей к собственной безопасности. Яркий пример тому – недавнее происшествие на улице Советской, когда небольшой пакет, как оказалось позже, со старой мужской обувью, привлек внимание общественности и стражей порядка. Обречения с пониманием относятся к этой работе и проявляют бдительность, особенно это видно из последних сообщений. Их поступает немало в дежурные части, о том, что обнаруживаются подозрительные предметы, имеют место и обнаруживаются подозрительные лица. Мы, конечно же, реагируем на все эти сообщения и проверяем факты. Нам закон предписывает посещение по месту проживания иностранцев, это и понятно. То есть вы сами прекрасно понимаете, если иностранец не имеет законного источника получения доходов, на территории Республики Беларусь возникает вопрос, чем вы здесь занимаетесь. То есть мы это тоже отслеживаем, а законодатель нам четко определил, что если иностранец в течение шести месяцев не имеет законного источника получения доходов, то мы можем рассматривать вопрос об аннулированном разрешении на постоянное проживание. То же самое в отношении иностранцев, которые неоднократно привлекаются к административной ответственности. Предупрежден, значит вооружен, говорит старая известная поговорка об информированности и осведомленности. Подобные меры – это комплекс профилактических мероприятий, призванных привлечь внимание людей к собственной безопасности. А потому стражи порядка в очередной раз призывают не терять бдительность, но в то же время не поддаваться пустым разговорам и домыслам. Какие-то торжащие провода, какие-то издающиеся звуки, то есть все подозрительное, или он находится в том месте, где не должен находиться. Вот эти моменты на себя должны обращать внимание. И граждане в обязательном порядке. Первое – должны проинформировать органы внутренних дел по телефону 102. Мы хотели бы и рассчитываем на это понимание со стороны населения, и впредь проявление бдительности при ведении себя в общественных местах, и не только на предмет обдружения каких-то вещей, но и людей, подразительных людей, иностранцев, либо лиц, ведущих себя неадекватно. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Евгений Простный, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Действительно предупрежден, значит вооружен. Как бы ни казалось, что все происходящее далеко от нас, жизнь показывает, что это совсем не так. Буквально вчера сотрудники Комитета госбезопасности и ОМОНа в ходе совместной операции задержали в городе Бресте уроженца Чечни. 28-летний мужчина находился в международном розыске как участник незаконного вооруженного формирования. КГБ подозревает его в причастности к террористической группировке «Исламское государство». Спецслужбы полагают, что он прошел подготовку в одном из лагерей боевиков. Мужчина покинул Чечню в 2003-м. Сотрудники госбезопасности изъяли из его телефона видеокадры, на которых изображены моменты подготовки бойцов в тренировочных лагерях ИГИЛ. А потому стражи порядка в очередной раз призывают не терять бдительность. А сейчас о других событиях. Совсем недавно завершились крупные проекты международной технической помощи под названием «Сохраним Беловежскую пущу вместе» и «Развитие трансграничного сотрудничества для защиты людей и окружающей среды на приграничной территории Польши и Беларуси». Об успехе и реализации говорят результаты. За счет средств программы трансграничного сотрудничества Европейского союза «Польша-Беларусь-Украина» удалось существенно укрепить материально-техническую базу аварийно-спасательных подразделений области, а также провести большую работу по обучению населения правилам безопасности. Завершающим аккордом плодотворной деятельности стало прошедшее на днях торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги, а также введены в расчет боевая и другая специальная техника, приобретенные в рамках международных проектов. Подробности в сюжете София Бережной. Представители областной вертикали власти, Государственные пожарные службы Республики Польша, личный состав Брестского областного управления МЧС, волонтеры Центра юных спасателей и курсанты в этот день все собрались по важному и одновременно радостному поводу – официальному завершению международных проектов, которые за два года своей реализации значительно улучшили техническую базу подразделений МЧС области. Глава МЧС Константин Шишунович подвел итоги работы в рамках международного сотрудничества, отметил плодотворные результаты взаимодействия с польской стороной. Среди положительных итогов проекта – развитие трансграничного сотрудничества для защиты людей и территорий в приграничной области Польши и Беларуси, приобретение четырех специальных легковых автомобилей повышенной проходимости, микроавтобус и автомобиль медицинской службы. В рамках проекта сохраним Беловежскую пущу вместе четыре пожарных автоцистерны. Такое пополнение подразделений МЧС Брестской области техникой – большой вклад в работу структуры. Полученная пожарная аварийно-спасательная техника на данный момент – это самая современная и самая оснащенная техника. Вот на такой машине имеется 40 единиц различного оборудования для выполнения функций по ликвидации чрезвычайных ситуаций в любых видах. Этот автомобиль очень хорошо оснащен, это и видно. Ну и теперь наша главная задача – освоить это оборудование и, конечно же, использовать его при необходимости. Кульминация официального мероприятия стала вручение ключей от автомобилей. Новые автоцистерны будут осуществлять работу в районах приграничья – Каменецком, Кобринском, Пружанском и Брестском. Необходимость такой техники велика ввиду большой вместимости огнетушащего вещества и, соответственно, повышения эффективности работы при ликвидации пожаров. Задача «Максимум», поставленная в этом году, была успешно выполнена. Сегодня каждый из райцентров области снабжен такой автоцистерной. К слову, автопарк пожарной техники Брещины насчитывает порядка 600 единиц. На вооружении подразделений области – 189 наименований аварийно-спасательного оборудования. Хорошее оснащение плюс профессионализм работников и, как результат, высокие показатели. Что касается нашей аварийно-спасательного отряда, конечно же, он работает сегодня без замечаний и без серьезных каких-то недоработок. Этому подтверждение была хорошая работа нашего отряда, когда был прошлой зимой Хавьер. Сумели обеспечить проезжаемость, не допустить чрезвычайных ситуаций, когда было холодно зимой. И в результате совместных действий администрации, жилищно-коммунального хозяйства, аварийно-спасательных отрядов удается быстро ликвидировать минимальные сроки, если возникают какие-то технические происшествия. После официальной части мероприятия представители Беларуси и Польши посадили деревья на Аллее Дружбы, как символ добрососедских отношений двух народов. Польские гости ознакомились с возможностями пожарно-технического оборудования и вооружения Брестского гарнизона МЧС. Сотрудничество между странами и реализация совместных проектов доказала свою эффективность. Взаимодействие Брестского областного управления МЧС с зарубежными коллегами позволило решить множество вопросов трансграничной безопасности, значительно укрепило материально-техническую базу пожарных, аварийно-спасательных подразделений и, наконец, повысило уровень экологической грамотности населения. Завершение проектов не означает прекращение сотрудничества, партнерские связи с зарубежными коллегами в дальнейшем будут лишь укрепляться и расширяться. Для нас белорусский партнер – наиважнейший партнер. Без него мы не сделали бы такого масштабного проекта. Сам проект объединяет 12 партнеров, двое из них – белорусские. И это говорит о многом. 18 миллионов злотых, 4,5 миллионов евро выделено на технику, которая будет служить как в Польше, так и в Беларуси. Это очень масштабный и, что немаловажно, слаженный проект. Мы доказали, что, несмотря на границы, белорусская и польская стороны могут отлично взаимодействовать, реализовывать разные проекты, еще более крупные. Было заложено хорошее начало, а потому прогноз положительный. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Близится Новый год. Пора подведения итогов того, что сделано, определение приоритетных направлений деятельности на будущее. Кто-то лишь готовится мониторить ситуацию, другие – на передовой. Сотрудники Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста итоги своей работы на отчетно-выборной конференции уже подвели. Не за год, а за пятилетие. Сразу следует сказать, что сделано очень много. Но и в этом краснокрестовцы убеждены – добрых дел, милосердия не бывает много. Не бывает чрезмерно. И всегда есть люди, которым нужна помощь и поддержка. Каждый год для любой организации ставит свои задачи, определяет приоритеты. Не стало исключением и ушедшее пятилетие для Брестской городской организации Белорусского общества Красного Креста. Сложностей и трудностей было достаточно, но со всем справлялись, находя поддержку друг у друга и таких же отчаянных добровольцев, как сами. Членов организации не стало меньше, но то, что количество переросло в еще большее качество, говорят те дела, те мероприятия, которые проходят с участием и по инициативе краснокрестовцев. Они, выполняя свои функции на общественных началах, ведут работу, которая заслуживает огромной благодарности и уважения. Тот, который работает на этой должности, он должен любить людей, любить человеческое достоинство. И также, чтобы у него было желание помогать другим. В основном первичные организации возглавляют председатели на общественных началах. И мне бы, конечно, хотелось им сказать огромное спасибо, потому что в ущерб своего личного времени они делают вот это хорошее дело, помогают людям. Во многом и для многих Брестская городская организация является своеобразным флагманом, на который нужно равняться. Вся деятельность членов Красного Креста Брещена была направлена в истекшем периоде на оказание содействия людям, нуждающимся в поддержке, детям, пожилым людям, больным и попавшим в беду. Многочисленные акции, которые были проведены во всех уголках областного центра, запомнились и нашли свое продолжение. А также, что немаловажно, привлекли в ряды Красного Креста новых людей, волонтеров. Их инициативы, новые проекты завоевывают признание не только на земле Берестейской, с них берут пример, их распространяют, перенимают опыт. А духовным родителям, инициаторам всех мероприятий, руководителем организации, уже многие годы является Нина Саваневская, знающая свое дело, умеющая зажечь своими идеями других. Знаете, как бывает, вот долго человек работает, он привыкает, уже как-то адаптируется ко всем, не видит проблем, возможно, не видит каких-то недостатков. Это не относится к Нине Владимировне Саваневской. У нее все горит, действительно, у нее все движется, все работает, все ее дела видны. Я думаю, что сегодняшняя конференция, она тоже своеобразный такой отчет о работе за пять лет. Это не первый ее отчет, она, конечно, очень волнуется, как все очень такие настоящие руководители. Я думаю, что она сегодня лишний раз или снова в очередной раз покажет вот эту свою работу, работу не только свою, работу волонтеров, работу в целом и первичных организаций. «Красный Крест» это благотворительная организация, и мы реализуем программы социальные, медицинские, направленные на облегчение жизни и здоровья человека, оказание помощи людям, оказавшимся в беде, и также в военных конфликтах. Я думаю, что это очень важно. Мы, конечно, всем помочь не можем, но хоть кому-то сделаешь доброе дело и становится на душе хорошо. Благотворительные акции и миротворческие дела, оказание помощи на дому, постоянные рейды в больницы. Довольно популярна среди членов Красного Креста профилактическая деятельность. Каждое мероприятие проводится с великой долей энтузиазма, с выдумкой и, главное, с желанием, поскольку без него желание сделать ничего невозможно. Брестские волонтеры это гордость организации, их инициативы, пример для подражания. Волонтерское движение помогает нашему колледжу тоже обучать детей общению, умению строить отношения с любыми людьми, находить компромиссные решения. Во-первых, во-вторых, они, кроме того, что оказывают благотворительные услуги, они еще занимаются образовательным волонтерством, поэтому это обучает, наверное, умению самостоятельно подходить к сложным ситуациям. Красный Крест это настолько добрая, чистая организация, которая, по-моему, она помогает всему миру, всем людям. И вот, как в Доме ветеранов живет старость, она действительно нуждается в такой помощи, в таком внимании, и вот именно Красный Крест нам дает это внимание. Мы с радостью ждем в гости наших волонтеров, мы подружились, нас поздравляют, к нам приходят в гости, нам проводят концерты, поздравляют с юбилеями. Одним словом, мы работаем в одной связке. Что может и должно измениться в новом периоде работы? В целом, направления деятельности, заложенные много лет назад, остаются прежними, с некоторыми доработками, согласно новой стратегии, но милосердие, доброе отношение к людям и понимание их проблем остается главным. Эти принципы были, есть и будут. В этом суть самого общества Красного Креста уверена Нина Саваневская, которая избрана председателем организации на новый пятилетний период. Будем стараться помогать людям. Я думаю, что вновь избранный руководящий состав будет продолжать наше дело и стараться чем больше помогать людям и заботиться о людях. Лариса Осмоловича, Евгений Процналь, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. Не раз корреспонденты телекомпании Бук-ТВ удивляли своих зрителей интересными материалами и креативными проектами. Сегодня мы представляем вашему вниманию еще одну нашу творческую разработку. Я справлюсь. Каждый день человеку дается не менее десяти возможностей изменить свою жизнь. Успех приходит лишь к тем, кто умеет воспользоваться ими, сказал когда-то классик литературы Андрей Муроа. Сегодня нам предстоит познакомиться с людьми, которые знают суть этих слов не понаслышке. В эфире телеканала Бук-ТВ проект Я справлюсь. И сегодня мы в гостях у бойцов 38-й отдельной мобильной бригады. История появления в Бресте 38-й отдельной венской краснознаменной мобильной бригады уходит в 20-е столетие. Сквозь годы ее военнослужащие пронесли доблесть, отвагу, честь и гордое звание небесных гусаров. А потому и сегодня крылатая пехота остается мощным оружием, которое благодаря особенной слаженности и уникальной внутренней силе духа имеет имидж одного из элитных подразделений войск страны. Каждый год 2 августа Брест становится настоящей десантной столицей. Повидаться с друзьями и коллегами приезжают сотни военнослужащих разных времен. Для них организовывается настоящий праздник, изюминкой которого были и остаются показательные выступления бойцов разведроты. Сегодня мы попытаемся приоткрыть завесу тайны и узнать, что же на самом деле стоит за красивым действом. Перед нами человек, без работы которого сложно было бы представить все эти показательные выступления, которые видят жители города Бреста на 2 августа. Знакомьтесь, Юрий Лошкевич. Давайте пройдем и посмотрим, как мы тренируемся. Глядя на то, с какой ловкостью эти ребята делают кувырки и приземление, с какой мощью они оттачивают комбинации ката и работают над искусством рукопашного боя, сложно даже представить, они не думали, что обучатся всему этому. Да, многие из них имеют за спиной спортивные разряды и звания, но работать приходится всем одинаково непросто. Миссия разведчика предполагает разноплановую подготовку, которая в первую очередь включает в себя те элементы, которые позволяют закалить характер, научить смелости, храбрости, выносливости. Например, отработка прыжковых навыков и десантирование в темное время суток. Один из наиболее важных компонентов, отличающий представителей этого рода войск от других подразделений. Подобные боевые задачи строго регламентированы. Их проведению предшествует основательная подготовка на протяжении не одного месяца. Однако, это не гарантирует то, что военнослужащие получат почетное право совершить прыжок. Или просто тренировки на улице, занятия в морозную, дождливую, ненастную погоду. Такая закалка позволяет укрепить не только дух, но и здоровье. Больничные у бойцов крылатой пехоты не в почете. Приходя из карантина, приходят они разными. Кто-то более подготовлен и морально, и физически, кто-то менее. Мы пытаемся выровнять военнослужащих между собой, как морально, так и физически. Морально это выровнять их сложнее, потому что каждая это личность. Гожусь своей службой в протидесантной роте. Как бы она ни простой была, но остаюсь доволен, так как в наше время довольно престижно служить в армии. Отдельным блоком у военнослужащих разведывательной роты стоят зимние и летние полевые выходы. Нелетная погода, проселочные дороги, а иногда и бездорожье для бойцов крылатой пехоты не помеха. В отличие от других военнослужащих части, для закалки духа и характера, тренировки выносливости разведчикам определены отдельные места для размещения. Рабочие будни элитного подразделения начинаются и заканчиваются в темное время суток, а потому пока светло военнослужащие чаще всего располагаются в местах замаскированных дневок. Соответственно, на дневочке, как правило, часть личного состава, отдыхающая смена, как правило, это две трети личного состава, часть личного состава бодрствует, как правило, это один из дежурных связистов и командир, либо замкомандира группы. Пока нет морозов, здесь еще как на курорте, отшучиваются разведчики. Однако, даже в такую сырую дождливую погоду условия особенно комфортными не назовешь. Это, к слову, еще один элемент суровой подготовки. Спальные мешки, специальные рюкзаки и оружие. С собой ничего лишнего, все заранее упаковано и сложено, чтобы в случае экстренной передислокации суметь быстро сменить место размещения. Охраняют такие пункты еще несколько бойцов подразделения с так называемых секретов, специальных точек охраны, откуда обычно и поступают специальные сигналы. Сигналы тревоги. База, глаз, прием. Со стороны дороги обнаружен противник. Двое. Я база, я вас понял. Командир движения у секрета. Левка к бою. В районе дислокации группы обнаружен условный противник. Именно сейчас начинают работать специальные навыки, элементы которых обычно можно увидеть на показательных выступлениях в части. Только там все это структурировано и отработано в определенной комбинации. В боевых, пока тренировочных условиях, импровизация. Предугадать действия противника весьма сложно. Тогда в ход идут проверенные навыки, наработанные постоянной практикой. Важно правильно оценить риски и возможный результат. В напряженных буднях эти войска успешно совершенствуют навыки решения специальных задач в интересах обеспечения военной безопасности государства. Условия максимально приближены к боевым. Подготовка и ведение контрдиверсионных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, отработка вопросов подготовки и ведения специальных действий при выполнении антитеррористических задач. На совершенствование выполнения этих и многих других боевых задач ежедневно работают военнослужащие разведроты. Примерить эти непростые обязанности на себе может не каждый, но мы попытались. Задач невыполнимых не бывает. Можете вы или не можете это всегда решать вам. Каждый день каждый из этих ребят говорил себе «Я справлюсь». Благодаря терпению и трудолюбию преграды оказались преодолимы. Важно верить, что человеческие возможности безграничны. Только тогда вы будете близки к достижению своей цели. От мужского экстрима к несравненной женской красоте. Следующий материал выпуска заинтересует прежде всего представительниц прекрасного пола наших милых дам. Впервые в областном центре прошло мероприятие под говорящим названием «Брест Бьюти Фест». Здесь каждой участнице специалисты индустрии красоты помогли создать новый имидж, образ, который стал для большинства откровением. Чтобы быть неповторимой всегда, над этим нужно работать. Уверены организаторы мероприятия специалисты Академии стройности и цитируют законодательницу моды великую француженку «Коко Шанель». Возраст для женщины не самое главное. Можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца своих дней. Этот посыл и стал основополагающим. А еще хотелось праздника. Многие задаются вопросом, что же делает женщину стильно. Модная одежда, красивая прическа, соответствующие образу, макияж, а может сочетание всего этого. Стильная женщина делает ее индивидуальная изюминка, которая характерна только для нее. Поэтому очень важно определиться со своим образом, дабы знать, какую одежду покупать, какую выбирать прическу, и чем вообще можно подчеркнуть свою яркость и индивидуальность. Оригинальное сочетание вещей и продумывание своего образа до мельчайших деталей и является тем неповторимым стилем, который делает каждую женщину оригинальной. Для начала женщине необходимо почувствовать новую себя, почувствовать своеобразное перерождение. Тогда женщине захочется улыбаться, женщине захочется ощутить себя в новом каком-то виде. И это будет самой главной точкой невозврата, после чего женщина сможет даже по-другому себя ощущать, она будет подарить по-другому себя людям. А мы, визажисты, парикмахеры, стилисты, всегда будем рады помочь. Именно для того, чтобы помочь брещанкам стать увереннее. Ведь только тогда, когда девушка уверена в себе и в своем образе, она нравится другим и себе любимой, ею восхищаются и ее боготворят. И организовывался бьюти-фест, собравший на одной площадке брестских представителей индустрии красоты, хай-фай, фирма, локон и имидж, афабель и релакс, центр ногтевой эстетики подалюкс и непосредственно Академия стройности. Организатор в том, что праздник красоты удался, говорит тот факт, что уже через полчаса после открытия подступиться к какому-либо мастеру было просто невозможно. Изумительные прически, праздничные и повседневный макияж, массажи, маникюр, педикюр, наращивание и выпрямление. Обо всем рассказать невозможно, да и не нужно. Следует просто попробовать. Но в погоне за красотой это весьма важный факт. Многие не забывали и о здоровье. Татьяна Юхнович, хозяйка сети салонов Супер Хай-фай, раздавала советы и рекомендации с большим удовольствием. Сейчас у молодежи очень модно не красить волосы, либо красить только кончики, осветлять, амбреша, тушь и многие другие покраски. И все забывают о приличном виде волос. То есть все помнят о том, что красить их нельзя, но про то, что утюжками их нужно вытягивать, все хорошо знают. В результате секущиеся концы практически по всей длине. Для этого есть сейчас множество лечений, которые, не влияя на цвет волос абсолютно, подлечивают секущиеся кончики. Есть насадка-полировщик, которая убирает секущиеся концы по всей длине. То есть от корня до самых кончиков можно подстричь каждую-каждую волосинку. Волосы абсолютно здоровый вид будут иметь и не потеряют длину волос. Всегда нужен уход в любом возрасте, будь то 20, будь то 30, 50, 70. Женщина действительно всегда прекрасна. У нас куча доказательств. Секреты красоты женской на ваш взгляд какие? Мне кажется, это любовь. Любовь к себе, любовь к семье, любовь к окружающим. Любовь украшает людей. Все женщины в душе неотразимые красотки, но иногда не хватает времени извлечь свое очарование и показать свету. Помните, если вы будете работать над тем прекрасным, что в вас есть, мир вокруг вас тоже будет становиться лучше. Татьяна Кравчук, пожелавшая создать новый имидж, в этом убеждена на все 100. А стилист Ольга в Торе ей рассказывает о модных тенденциях нового года. Ой, превосходно. Вообще, конечно, она сделала все так, как я никогда сама не сделала. Я себя ощущаю в новом образе. Мне очень понравилось сама женщина себе такой образ. Ну, наверное, не каждая может создать. Поэтому, конечно, образ стилиста сейчас очень важен. На этот Новый год в моде максимально натуральный макияж. Есть три тенденции в макияже на следующий год. Первая тенденция это абсолютно нюдовый лук, когда женщина выглядит так, будто бы она только что проснулась. Вторая тенденция это яркие губы, но при максимально натуральных глазах. И третья тенденция в себе заключает две предыдущие, но с наличием накладных ресниц, густых, объемных ресниц. То есть мы отходим уже от тяжелых макияжей, которые были модны в прошлых сезонах, и приходим к максимальной натуральности, естественности, сияющей кожи. Атмосфера праздника, которую создавал ведущий, заманчивая лотерея, участники которой разыграли порядка пяти миллионов рублей и сертификаты на оказание услуг от всех участников бьюти-феста явное подтверждение тому, что этот форум красоты найдет в нашем городе постоянную прописку. Интересно, молодежно, динамично, привлекает людей новых, мы можем показать новые услуги, кто что делает. По-моему, это здорово. Даже солнышко выглянуло, чтобы поддержать этот семинар. Я думаю, что это не последний и, конечно, хотелось бы, чтобы большее количество участников показали свои возможности. Это мой первый опыт. Но я думаю, что получилось хорошо. Вот, в принципе, чего ожидали, то и получили. Мастера работают, люди услугами пользуются, по-моему, многие довольны. Женщины уже с красивыми макияжами, прическами. Ну, все хорошо. Я думаю, что мы возьмем на заметку все, что у нас сегодня произошло и вполне возможно, что повторим. Тогда? Может быть, даже весной. И еще помните, милые дамы, для того, чтобы из ничего получилось все, вам потребуется всего 20 минут. По мнению психологов, это самое оптимальное время для начала преобразований. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, специально для итоговой программы Букинформ. Вы смотрели итоговую программу Букинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Бук ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте БукТВ.бай. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов, все это вы найдете на сайте нашей телекомпании БукТВ.бай. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни, а я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 13 декабря погодные условия на Бречене будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Временами ожидается дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица и юго-западный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 2-4 со знаком плюс, максимальная днем 5 градусов. 14 декабря ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем погоду обусловят неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ночью на большей части территории днем местами пройдет кратковременный дождь, местами будет отмечено усиление порывов ветра. На отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха в течение суток 1-3 градуса со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова